Галочкой собака cityv7.ru Больше не нужно быть привязанным к компьютеру, но ТБ настало еще ближе и мобильнее. Теперь с помощью WhatsApp, Viber и Telegram вы можете прислать нам свою новость в два счета. Снимите фото или короткое видео с места события, добавьте комментарии и отправляйте к нам. Просто внесите в список своих контактов наш номер телефона. 923 020 77 00. Пишите. WhatsApp, Viber и Telegram. Таинственный, магический и такой близкий Восток. Изысканные восточные сладости из разных уголков мира и ароматный свежесваренный кофе. Магазин кофейня «Халва» для всех и каждого. Чертыгашева 112. Радио Сибирь представляет. Залп тысячи красок Холли. На фестивале «Зеленый». 10 июня. Главная сцена Радио Сибири. Начинаем в 14.00. Подай объявление на ведущей радиостанции Юга Сибири на 4 дня и получи еще 4 дня в подарок. В два раза больше рекламы за те же деньги. Акция «Действительно» до 31 мая в пункте приема объявлений на Ленинского комсомола 16. Кто нас возит после нашумевшего убийства 18-летней студентки? Мы проверили таксистов. Смотрите. Всеглавные новости Юга Сибири расскажем. Меня зовут Анастасия Павлова. Здравствуйте. Водителя подозреваемого в жестоком убийстве 18-летней девушки нашли. И совсем не в Черногорске их, как писали волонтеры. Расскажем подробности. По штрафам, по наличной задолженности, по судимости, по алиментам, по всему проверяют. Артем Михалков выяснил, насколько легко устроится в службу такси водителям. И следит ли хоть кто-то за безопасностью пассажиров. Кредит я плачу. Ни машины, ни денег. Красноярцы не могут забрать у бывшего дилера «Тойота» и компании «Крепость» оплаченные машины. И подозревают компанию в мошенничестве. Эта же компания продает авто и в Хакасии. Надо ее поднять, потому что идет подмытие водами тела дамбы. В зоне риска потопления 100 тысяч человек. Расскажем, какие хакасские села ждет капитальный ремонт дамб и хватит ли денег. Нашли в стоге сена. Речь про подозреваемого в убийстве 18-летней студентки. Его несколько суток искали полицейских Красноярского края и Хакасии. На этом допрос обрывается. Тайна следствия. Мужчину зовут Николай Лебедев. И его полицейские подозревают в убийстве 18-летней Ангелины Литвиненко. Напомним, девушка пропала 11 мая по дороге домой. В Краснотуранск, где проживала, она добиралась на попутки. Предположительно, машину девушка нашла через сервис Блаблакар. Полицейские с волонтерами начали искать пропавшую и водителя. По неподтвержденной информации, это бывший сотрудник полиции. Он отсидел 15 лет за то, что расчленил свою сожительницу и ее 15-летнюю дочь. Силовики предполагали, где мог спрятаться водитель. Неподалеку в селе Никола Петровка проживает его знакомая. Полицейские целый день следили за домом. Задержание провели и вчера, и около 8 часов вечера. Мужчина прятался на сеновале. Днем раньше нашли пропавшую девушку Ангелину Литвиненко. Ее тело обнаружили рядом с Краснотуранском. В том же районе полицейские нашли брошенное авто. Получается, подозреваемый двигался от места убийства в сторону Минусинска. Его доставили в Краснотуранское отделение полиции. Сейчас с ним работают следователи. На Юге Сибири уже есть подозреваемый в убийствах и изнасилованиях молодых девушек Дмитрий Лебедь. И он тоже занимался частным извозом. И тоже с помощью популярного сервиса. Только не по поиску попутчиков, а заказа такси. Сегодня Артем Михалков выяснил, как проверяют водители при приеме на работу. Расскажет через 4 минуты. А пока к другим темам. Хакасия ждет вторую волну паводка. А дамбы не везде в порядке. Сегодня подсыпали ту, что защищает Белый Яр. Тон из кальника, а сверху песчаник. Так Управление инженерных защит латает дамбу у Белого Яра. Сюда их отправила прокуратура. Дала предписание, что тянуть с ремонтом не стоит. Проходился верхний откос дамбы. Нам надо ее поднять, потому что идет подмытие водами тела дамбы. Мы укрепляем дамбу. Она отвечает за направление потока воды, чтобы не подмывала берег села Белый Яр. Вторую волну большой воды республика ждет в конце мая, начале июня. Прогнозов пока нет, но ясно одно, что если сход вод с гор совпадет сильными осадками, то она снова может начать топить. Поэтому сейчас 30 специалистов по нескольку раз в день осматривают дамбы по всей Хакасии и оперативно вызывают КамАЗы со скальника. Кроме Белоярской дамбы, машины с камнями побывали в Ширабилов и Юси в Малых Работах. В этом году от капиталя дамбы в Московском и Кубайке. Деньгами помогли федералы. Дали 32 миллиона рублей. Еще три добавила республика. Такие траты обоснованы. У нас в зоне риска потопления живут около 100 тысяч человек. Черногорск, возможно, скоро будет получать тепло от Абаканской ТЭЦ. У этого проекта есть сторонники и противники. Ведущие по скриптам сегодня зададут все спорные вопросы своему гостю. Это директор Абаканского филиала сибирской генерирующей компании Андрея Плошкин. Екатерина, что спросите? Поговорим о всех аспектах действительно этого проекта и о технологическом. Ведь от Абакана до Черногорска все-таки как-никак 18 километров. Об экологии обязательно поговорим, как он отразится на окружающей среде. Ну и обо всех других аспектах. Будет интересно, я думаю, и абаканцам, и черногорцам. Спасибо, уверена, будет действительно интересно. Но это после новостей. А вот что дальше увидите в Нотабена. Судьбу Абаканской улицы Мира сегодня решили. Что, кроме жилых домов, мэрия снесет для строительства путепровода? Вот кого-то поймать, сесть, нет, это сейчас не тот вариант. Абаканцы теперь боятся ездить на такси. Артем Михалков проверил, как водители попадают в службу заказа. А их нужно 30 тысяч таких платформ. Под танки, под тяжелую технику. Акасии будут делать железнодорожные платформы для российской армии. Расскажем, кому обещают госконтракт. Под залог авто и недвижимости от 4%. Моментальное рассмотрение заявки. Получите бесплатную консультацию по телефону 21 75 75. Чертыгашева, 106. SolarBase. Пишешь электронную музыку? Участвуй. Отправляй свой трек. Побеждай и забирай деньги. Фестиваль электронной музыки. SolarBase 2018. Легко19.ru Радио Сибирь представляет. Жаркий. Летний. Твой. Фестиваль зеленый. Хедлайнеры вечерней программы. Lil G. MC HD. И другие звезды и звездочки Юго-Сибири. Встречаемся 10 июня в зоне отдыха. Будет здорово! Новое радио. Новое радио. Новое. Новое радио. Абакан-Вагон-Маш готовится к подписанию контракта, что выведет предприятие на новый уровень развития. Речь про расширение госзаказа от российской армии. Сейчас предприятие занимается выпуском мобильного жилья для военных, а к концу мая с большой вероятностью может отхватить еще один лакомый кусочек от гособороны. Речь про выпуск железнодорожных платформ военного назначения. Эту тему губернатор не раз обсуждал и с Владимиром Путиным, и с Сергеем Шойгу. После очередной поездки в Москву на совещании в правительстве Хакасии в марте Виктор Зимин заявил о готовности Министерства обороны разместить очередной заказ гособоронки на нашем вагон-Маше. В течение нескольких месяцев в этом направлении продолжали работать и чиновники, и руководство завода. И вот, теперь от очередного крупного контракта возрожденные предприятия отделяют лишь пара недель. Платформа спроектирована экспериментально у нас и защищена. Это под военные перевозки. А их нужно 30 тысяч таких платформ. Вот танки, тяжелую технику. Это уже, коллеги, трехсменный режим работы и создания дополнительных рабочих мест. А вот другое предприятие Хакасии, не такое, конечно, крупное, ждет, похоже, туманное будущее. Речь об уже бывшем официальном дилере завода Тойота в Хакасии Красноярском, край компании Крепость. Долги предприятия перед банком Тойоты 100 миллионов рублей. Наши коллеги из телекомпании Прима рассказывают, что красноярцы не могут забрать у бывшего дилера свои уже оплаченные машины. Кредит я плачу, ни машины, ни денег, я ничего не вижу. Я позвонила 19 апреля, сказала, в чем дело, я уже плачу кредит. Ну, на что мне сказали, что мы пока не можем вам ничего выдать, ждите. Звание дилера Крепость лишилось в конце апреля. Договор с компанией расторгли из-за невыполнения обязательств перед клиентами, а это грубое нарушение дилерского соглашения. С 27 марта Тойота Банк перестал выдавать Крепости кредиты, а покупатели с прошлого месяца пытаются забрать деньги или машины. Автомобили стоят на парковке автоцентра, но их не отдают, они в залоги у банка. Всего 42 штуки, большинство находятся в Красноярске и Хакасии. Клиенты считают, что у Крепости была мошенническая отработанная схема, по которой компания закладывала в банк уже проданные машины. Когда Тойота Крепость получила нашу машину, она стоит вот там, на стоянке у них. Они, минуя нас, сразу же заложили ее в банк. Банк Тойота. На каком основании? То есть это по-вашему что за схема? Мошенническая. 100% мошенническая схема. По версии покупателей, клиенты отдавали деньги. Крепость покупала на них машины у Тойота Мотор в Москве. Автомобили приходили в Красноярск, но перед тем, как отдать машины, их снова закладывали в банк. В результате даже те машины, которые сейчас ездят по Красноярску, оказались в залоге. За полгода покупаю уже третью машину, на двух уже как бы езжу, но они оказываются в банке, в залоге находятся. Никогда не мог подумать о том, что нужно даже проверять в залоге, да, или не в залоге машина, покупая новую официального дилера. Узнали только, когда Кипиш начался с третьей машины. По словам руководителя крепости, все деньги клиентов, около 150 миллионов рублей, отправлены в конце марта в Тойота Банк, а там их якобы заморозили. На сегодняшний день важно понять, что компания имеет достаточно актива, чтобы урегулировать все вопросы с клиентами и просит панику не создавать. В самом Тойота Банке официально заявили, что ПТС на 42 заложенные машины отдадут только после полного погашения задолженности компаний. Крепость может взять деньги с доходов других дилерских центров. Ей принадлежат премиальные Порше, Бентли и Вольво. Хотя клиенты особо крепости не верят. В Красноярской полиции 28 заявлений от пострадавших покупателей. Вызвать такси и гадать, что за водитель тебя повезет и довезет ли вообще по адресу. Последнее убийство молодой девушки многих заставило чаще задавать такие вопросы. Сегодня Артем Михалков узнал, проверяют ли работодатели своих водителей и легко ли стать таксистом. И дальше все по старинке. Откуда и куда поедете. Несмотря на развитие технологий, все равно есть те, кто предпочитает лично позвонить оператору и заказать машину. Хорошо, ждайте, пожалуйста. Хоть схема и не новая, зато контроль полный. Машины в таксопарке свои и оборудованы системой ГЛОНАСС. То есть диспетчер всегда видит, откуда и куда везет водитель пассажира. А в случае внештатной или экстренной ситуации есть тревожная кнопка. Контроль за рулевым начинается еще на этапе трудоустройства. Изначально заполняете анкету, либо это электронно отправляете на наш сайт, либо сюда приходите в организацию, пишите анкету. Потом рассматривают службы безопасности и вам в дальнейшем идет звонок, приглашают вас на работу. Ну то есть все, проверки есть. По штрафам, по наличию задолженности, по судимости, по алиментам, по всему проверяют. Процентов 90 желающих отсеиваются, так как не проходят медкомиссию. А те, кто уже устроился, каждое утро сдают тест на алкоголь и наркотики. По такому принципу работают официальные такси. А таких в Абакане всего три. Остальные – федеральные сети. Если у местных таксистов есть возможность встретиться лицом к лицу водителю и работодателю, то у некоторых федеральных компаний все дистанционно. Достаточно иметь смартфон, машину и водительские права. И спустя полчаса после регистрации в программе можно таксовать. Да и поездка у таких контор дешевле, чем у местных операторов. Но уже никто не дает гарантию, что за водитель вас повезет. Существует ли у них проверка на наличие той же судимости? Ведь это скорее дополнительный заработок. Это неправильно. Контроля нет никакого. Такого же мнения и депутаты Госдумы. Еще летом прошлого года народные избранники рассматривали законопроект, который по сути обязывал каждого водителя, желающего работать в такси, предоставить справку о судимости. Но с тех пор об этом ни слова. Впрочем, если бы даже этот закон прошел и вступил в силу, то наличие одной судимости допускается. Получается, что сейчас, если хочешь сэкономить, то едешь непонятно с кем. А если же беспокоишься за свою безопасность, то стоит довериться лучше проверенным организациям. Артем Михалков, Денис Тимирбулатов. Новости. Седьмой телеканал. Абаканцы, кстати, осторожничают, выбирая такси. И говорят, что попутку ловить не станут. Как еще люди стараются сделать свою поездку безопасной, а они рассказали сами. Когда я, например, еду, я всегда запоминаю номер машины обязательно. Я спрашиваю, кто водитель. И, так скажем, такую информацию. Некоторые, конечно, фотографируют. А так, мне кажется, самое главное, что узнать. С кем едешь. И проверено действительно, что была организация. Если что-то будет неприятное, то ты можешь знать, что тебе возместят убытки или еще что-нибудь. Ну, чтобы адекватный водитель был постоянно. Ну, и не нарушал. В основном, потому что, ну, на желтые проезжают. А если он проверен или не проверен, и мы не знаем, что у человека в голове. То есть так не определишь. Я не поеду вот кого-то поймать, сесть. Нет, это сейчас не тот вариант. Специалисты статистики будут проверять рацион жителей Хакасии 17 мая по 15 июня. В исследованиях попадут 360 хакасских семей, 240 из городов республики, остальные в сельской местности. Это необходимо для разработки ряда госпрограмм, например, по демографии и здоровью, а также для расчета прожиточного минимума и оказания адресной соцпомощи. Далее 5 новостей, коротко. Далее 5 новостей, коротко. В облаканной природе устойчиво к заболеваниям и растет быстрее. В Велико-Влеченке подрастут до мальков, а потом их расселят по другим водоемам Бейского района. В Абакан для изучения русского языка прибыли студенты из Соединенных Штатов Америки. Постигать основу великого и могучего гости будут полтора месяца. Кроме занятий в Хакасском госуниверситете иностранцев ждет культурная программа. Томская танцевальная команда ЮДИ принимает участие в американском телешоу «В Америке есть таланты». За плечами у сибиряков телешоу в Испании, Германии, Великобритании и других странах. Британские СМИ создали свод правил выживания в России. В нем описана культура российского застолья. Англичане советуют не соревноваться в выпивке с россиянами. А в качестве рецепта от похмелья предлагается есть борщ. Британцы объяснили этот свод правил тем, что они сами отличаются отсутствием самоконтроля при употреблении горячительного. Какой станет улица Мира, это могли решать и сами абаканцы на публичных слушаниях по проекту перестройки узкого путепровода. Вот только горожане интереса не проявили. И рядовых абаканцев тоже не было. Хотя поучаствовать, задать интересующие вопросы, высказать свое мнение мог кто угодно. Как автомобилист, которому такая переделка только на пользу, тянуться в длинных пробках не придется, так и местные жители, чьи дома пойдут под снос. Но в небольшом зале департамента архитектуры и градостроительства, кроме чиновников и журналистов, не было никого. Представитель департамента рассказала, что улица Мира в районе путепровода над железной дорогой станет шире на две полосы. Строить ее будут в западную сторону абакана. Больше всего пострадает от этого пятый жилой район. Под снос пойдут несколько жилых домов, капитальных гаражей, затронет переделка и хлебопекарное предприятие. Всего 26 объектов. Землю мэрия изымет по средней стоимости с учетом количества соток и состояния жилых домов. В общем, тема животрепещущая. Оттого непонятно, отчего горожане проигнорировали эти слушания. Сложно сказать, конечно, почему. Хотя интерес был у людей. Люди спрашивали, звонили, когда состоятся публичные слушания. Но, тем не менее, все материалы у нас размещены для слушания и на нашем сайте. С ними можно ознакомиться. И в ближайшее время уже с постановлением об утверждениях они также будут актуализированы, размещены на наших сайтах. До революционной Хакасии еще существовала тюрьма или черная юрта, как ее называли. Поездка на работу и лекции по истории. В Абакане появился необычный троллейбус. Мы прокатились. В рубрике «Обратная связь» подскажем, как записаться на маммографию. И что будет, если не пустить на свой участок земельного инспектора. Это новости продолжаем. Осень в Абакане будет, как в Европе. Парковое хозяйство высаживает на улицах калину. Она не только ярко цветет, но и очень красиво увядает. Как в стихах Пушкина. В багрец и золото одетые леса. Калину высаживают на Некрасово. Но не только ради эстетики. Еще и с практической пользой. Кустарник станет зеленым ограждением жилых домов от дорожной пыли. Кроме калины, на Некрасово высадят 260 молодых берез и тополей. Новые деревья появятся также в парках Победы, Черногорском, в скверах Привокзальный и Медвежонок. Облагородят придорожные газоны и на улице Торосова. Всего этой весной в Абакане высадят около тысячи молодых деревьев. Город уже обзавелся березовой аллеей у перинатального центра. Соснами и ивами в парке культуры и отдыха. В конце месяца или начале июня, в зависимости от погоды, на улицах появятся вазоны с цветами. Узнать все о наших земляках, героях социалистического труда теперь можно в одном издании. Это памятный сборник, кропотливо созданный Советом ветеранов. Они два года ездили по сельским районам и общались с семьями героев, штудировали архивы. Это биографии, исторические справки и фотографии жизни людей эпохи социализма. Механизаторы, конюхи, шахтеры, строители ГЭС и моста отряда. Таких героев республики больше тысячи, но память сохранилась не обо всех. И чтобы восстановить ее, понадобилось немало терпения, признаются авторы книги «Трудовая доблесть Хакасии». Пока экземпляров 500 и разойдутся, они по библиотекам республики. Это памятные книги, они не для продажи, пояснили авторы. Новую коллекцию от Хакасского театра моды «Алтыр» можно увидеть 21 мая в центре Кадышева. Этот самый театр представляет нашу республику на любых выездных мероприятиях с первыми лицами региона. И наверняка вы видели роскошные меховые шапки и наряды участниц театра. В этот раз обещают настоящее шоу, так как театр хочет получить звание народного, тогда и финансовых возможностей станет больше. В этот раз зрителям покажут новую коллекцию скифы. Пока это тайна за семью печатями. Известно лишь, что на материалах модельер, как всегда, не экономила. Дорогие ткани, натуральный мех, стекло и камни. Работа кропотливая, ручная. Кроме того, на сцене Центра культуры Кадышева театр покажет лучшие коллекции, что объехали полмира, а увидеть их повезло не всем. Среди них русский гламур, свадебные наряды. Причем показ это не просто дефиле, а целая сюжетная схема с этническим колоритом. А в перерывах между дефиле будут музыка и танцы. Например, выступит солистка Иринек Хан и балет современной хореографии «Начало в 7 вечера». Энциклопедия полиции на колесах. Речь о необычном троллейбусе. В честь 300-летия полиции в России. Сегодня для многих абаканцев обычная поездка на работу превратилась в музейную экскурсию. Экскурсионный троллейбус не новинка в крупных городах, но в Хакасии такой поехал впервые. МВД решились на экскурсию и эксперимент, потому что с их слов молодежь, да и взрослые, знают об истории полиции совсем мало. А здесь сотрудник МВД с 30-летним стажем. Из первых уст рассказала о ней. В дореволюционной Хакасии еще существовала тюрьма или черная юрта, как ее называли. Туда помещали людей за продяжничество, для названия в преступлениях. То есть за какие-то серьезные преступления их передавали рассмотрению в Сенат. Истории веселые и печальные, героические и захватывающие. А тех, кто стоял у истоков полиции и боролся с бандитизмом. Например, рассказами о жестокой Соловьевской банде заинтересовались ученики полицейских классов и задавали вопросы. Приятно удивились и пассажиры. Ну вообще это прекрасно. Мне очень нравится, что вот такое. У меня потому что и родственники работают в этой сфере. Поэтому молодцы, что сделали такое. А вы ожидали вообще, что... Нет, конечно. Ну а кому не посчастливилось прокатиться в историческом троллейбусе, могут сходить в музей МВД на Карла Маркса 13. Там, кстати, есть редкая коллекция оружия. Вход свободный. А сам нарядный троллейбус еще долго будет рассекать по улицам города. Четверть россиян мечтает открыть свой бизнес. Вот такие результаты исследования у Всероссийского центра изучения общественного мнения. Но многих пугают трудности. Например, множество бумаг и счета. Кто поможет, расскажут дельные вещи. Кофейня, придомовый продуктовый магазин, а может автомастерская или парикмахерская. Неважно, какой бизнес вы хотели бы открыть. У любого дела есть основные требования, среди которых банковские счета и расчеты. Стоит признаться, что не все начинающие предприниматели знают, как правильно вести дела. А нанимать отдельного человека иногда не по карману. Но из тех, для кого открытие счетов повседневная услуга – это банки. Они могут взять на себя полностью расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Пакеты услуг для расчетно-кассового обслуживания можно подобрать под любой бизнес. Для начинающих предпринимателей есть стартовые пакеты. А для тех, чей бизнес уже работает, у нас есть вип-пакеты с настройкой персональных услуг. Некоторые банки еще и счет бесплатно откроют. И настроят интернет и мобильный банк, чтобы вы могли в любое время проверить свои финансы. Банк «Восточный» предлагает качественную и квалифицированную помощь в расчетно-кассовом обслуживании клиентов. При авансовой оплате за год – три месяца обслуживания бесплатно. Обязаны ли хозяева дач пускать земельных инспекторов к себе на участок? И как пройти мамографию? Узнаем сегодня в рубрике «Обратная связь». Если у вас есть вопросы, то обязательно звоните нам по телефону 222-700. Мы ответим. Елена Четенкина из эскиза «Возмущена». Пресс-секретарь Минздрав сообщил, что теперь женщины Хакасии могут быстро и легко пройти мамографию. Однако в эскизе ситуация не изменилась. По-прежнему, чтобы пройти эту женскую процедуру, приходится ждать 2-3 месяца. Пресс-секретарь Минздрава Анна Фокина пояснила, что в Хакасии установлен новый порядок записи на мамографию. С февраля 2018 года записаться на процедуру жительницы республики могут напрямую, без направления врача, через единый центр записи по телефону 305-553. Пройти мамографию можно в Республиканском перинатальном центре, Республиканской онкологическом диспансере и в Саиногорской межрайонной больнице. Новый способ доступен только для женщин, у которых нет симптомов заболеваний молочной железы. В обратном случае потребуется обязательная консультация мамолога, онколога, гинеколога или терапевта. Врач уже после осмотра подаст направление на процедуру. Петр Васильевич из Саиногорска интересуется, если взносы на пенсионное обеспечение работодатели теперь платят в налоговую службу, а лицевые счета, как и прежде, заполняет пенсионный фонд, то где гарантия, что все учитывается в полном объеме? Проверяет ли пенсионные, насколько точные данные поступают из налоговой? При службе ведомства пояснили, что все сведения для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц пенсионный фонд получает из федеральной налоговой службы в течение пяти дней, если расчеты работодателям предоставлены в электронном виде, или десяти дней, если сведения поданы на бланках. При обнаружении ошибок или несоответствий фонд возвращает сведения налоговому органу. В свою очередь налоговая направляет плательщику уведомления о предоставлении корректировок. Борис Смирнов из Сорска спрашивает, обязан ли он пускать земельного инспектора на свой участок. Начальник отдела государственного земельного надзора Росреестра по Хакасе Евгений Жигалов поясняет, что при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения проведения проверки инспектор имеет право осматривать земельные участки. Перед приходом инспектора собственникам земельных участков обязательно отправляют уведомления в письменном виде. Если сотрудника Росреестра все же не пустили на участок, то, скорее всего, против хозяина земли будет составлен протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа Государственного надзора. Лебедей стало больше. Орнитологи заповедника Хакаски посчитали, сколько пернатых это весной побывало в республике. Больше всего грациозных птиц насчитали на озере Улуколь около шести сотен лебедей. Это самый лучший показатель за последние пять лет. На Хакасских озерах пернатые отдохнут, отъедятся и полетят на север. Лебедям у нас сейчас комфортно, чего не скажешь о людях. Прохладно для середины мая. Ночью плюс пять, днем в Сеногорске 12 тепла, в Абакане на градус больше. По-прежнему ветрено. В Сеногорске порывы до 12 метров ожидаются с самого утра. В Абакане ветер такой же силы синоптики ждут после обеда. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Банк Восточный – банк, который всегда найдет решение вашей задачи. 8 800 100 ровно 7 100. Отпуск за 30 рублей в день? Реально! Приходите 16 мая на распродажу кредитов. Готовьтесь к лету с Банком Восточный. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте ctv7.ru. Также вы можете узнать информацию о нашем фестивале «Зеленый», а еще подать заявку на конкурс для дачников «Моя теплица круче всех». А час Юга Сибири продолжит по скриптам. В гостях у Михаила Валова и Екатерины Чернышовой, директор Абаканского филиала сибирской генерирующей компании Андрея Плошкин. Речь пойдет о подключении Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин решит ваши проблемы. Оформляйте займ под залог недвижимости и расплатитесь со старыми долгами. 95% одобренных заявок. Быстро, просто, надежно. Займ Гарант. Служба быстрых займов. Телефон 398-008. Горщ 59 рублей. Лапша домашняя 59 рублей. Солянка 59 рублей. 7 лет. Телефон доставки 21-22-21. Почему мебель выгодно покупать в мягком доме? Здесь есть рассрочка. Без первого взноса. Без участия банка. Абакан Аскизская, 173. Горка и качели для внуков. И новая теплица для меня. Чем меньше ставка, тем больше планов по обустройству дачи. Кредит по ставке всего 9% годовых. Азиатско-Тихоокеанский банк. Все удобное, просто. Не потеряйте в суете самое главное. Ваше здоровье. Деликатная проктология. Лечение амбулаторно, без госпитализации и потери трудоспособности. Телефон в Абакане 215-415. Медицинский центр онлайн клиник. В любое время года, в любой день недели, всегда. В ирландском пабе Лимерих вас ждет сочный горячий стык из фермерского мяса самого высшего сорта. Приготовленный на углях, с дымком, с запеченным картофелем, салатом из свежейших овощей, нежнейшие филеутки, бараньи язычки на гриле или саджи из телятины, баранины свинины. Сочное мясо с поджаристой корочкой и ароматными пряностями. Все, как любите именно вы. Выбор очевиден. Ирландский паб Лимерик. Даже не сравнивай. Дайте максимум шума! Мишаков и Давыдов снова набирают себе команды, чтобы выяснить, чей шар самый меткий. В сибирском турнире по боулингу шар мне в кегли! Слушай «Жесть утра», звони в эфир, пройди отбор и попади в команду твоего ведущего. С понедельника по четверг на радио «Сибирь». Ретро-ФМ Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Ретро-ФМ Мы есть на Ютубе, Одноклассниках и во Вконтакте. Подписывайтесь на Нотобены в соцсетях и не пропустите главное. Смотрите Нотобены на Ютубе, в Одноклассниках и во Вконтакте. Субтитры подогнал «Симон» А вы уверены, что используете максимум возможностей для привлечения новых клиентов? Когда все вокруг предлагают одно и то же, единая рекламная служба Юг-Сибири выходит за пределы. Если вам нужна собственная программа, значит, это будет собственная программа. А если «Диджитал» может повысить ваши продажи, значит, мы предложим самые современные носители. Попробуйте уже сейчас. Здравствуйте! В эфире «Паскриптум» в студии Михаил Валов и Екатерина Чернышева. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об объединении Абакана и Черногорска, по крайней мере, энергетическом, тепловом. И поговорим мы о проекте тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ до Черногорска. У нас в гостях директор Абаканского филиала сибирской генерирующей компании Андрей Апложкин. Здравствуйте, Андрей Георгиевич! Добрый вечер! Андрей Георгиевич, добрый вечер! Действительно, вот Катя опередила меня тоже хотел сказать, что вот много разговоров было про Абаканно-Черногорскую угломерацию, и вот как бы совершенно неожиданно вот эта связь, она может появиться еще до того, наверное, как мы увидим в идеале эту угломерацию. Но прежде всего, вот почему эта идея раньше не возникала, и вообще, кто, можно сказать, отец основателя этой идеи? То есть я знаю, что и власти, вроде бы, об этом говорили и на Красноярском форуме, и сами энергетики не скрывают, и житель Черногорска пока еще сомневается, но все-таки откуда ноги растут? Сама идея объединения города Черногорска с Абаканом, она не нова, то есть мы не первопроходцы, не первооткрыватели, то есть она, насколько я знаю, еще в 80-х годах обсуждалась, когда была единая, как раз, ну, раньше, наверное, по-другому называлась, не агломерация, а именно единый производственный комплекс Абакана-Черногорский, да, то есть была запланирована одна Абаканская ТЭЦ, от нее планировалось отопление и в том числе Черногорска, да, то есть здесь мы не на вы, как бы, и эта идея, просто, скажем так, она из архивов поднята, да, и опять, пришло время собирать камни. А почему она сейчас возродилась, и почему это вам вот выгодно? Почему родилась? В первых, два момента. Первое, это перманентные проблемы с теплоснабжением города Черногорска, да, то есть мы в стороне не стоим, мы все это наблюдаем, видим, что постоянно и городские власти, республиканцы каждый год сталкиваются с проблемой либо отсутствия угля на складах, местных котельных, либо проблемы с отоплением, кого-то холодно, кого-то кто-то замерзает, постоянно установка насосов в этом году еще проблема родилась. Это один момент. Второй момент, у нас есть избыточная мощность на Абаканская ТЭЦ, да, то есть, которой с лихвой хватает для покрытия потребности Черногорска. Там усиленно напрягаться и топить, а вы спокойно возьмете. Нет, на сегодня у нас резерв, ну, если в цифрах, порядка 200 гигакалодий, чтобы подключить Черногорск, надо не всего 150. То есть у нас двойной резерв, чтобы подключить Черногорск, да, еще остается на Абакан развиваться и развиваться. Поэтому, коллеги, у вас есть проблема с теплоснабжением города Черногорска, у нас есть возможности финансовые, привлечь кредиты, построить тепломагистрат, плюс у нас есть техническая возможность в виде дезервомощности. Давайте мы как-то поучаствуем в процессе в этом, готовым помочь решить эту проблему. Если вы согласны, то мы заходим в проект. Ну, давайте чуть подробнее с самим проектом познакомимся, посмотрим сюжет. Да, то есть, тема, вот я говорю, в Черногорске неоднозначно воспринимается, надеюсь, после нашего эфира ясности будет больше, в том числе у жителей Абакана, которые тоже переживают, как это скажется, в принципе, на тарифе. Но прежде, конечно, вот материал, первая попытка в Черногорске была, обсуждают люди, но не все гладко происходит. Многие черногорцы просто не знали, что в минувшую субботу в городе угольщиков обсуждалась такая острая для них тема – отопление. Мэрия размещала информацию в местной газете и глубоко на своем сайте. А потому на общественные слушания пришли несколько десятков человек. Они-то и решили, качество отопления в Черногорске их устраивает и менять к лучшему ничего не надо. Как топить город в следующем сезоне? Свои варианты представили два энергетика. Проект «Хактек» и никаких особых изменений не несет. Вкладывать деньги в ремонт изношенных теплосетей он не планирует. А на это нужны 4,5 миллиарда рублей. И взять их неоткуда. Альтернативу не первый месяц обсуждают в правительстве региона. Речь про сибирскую генерирующую компанию. Энергетики тоже представляли свой проект схемы теплоснабжения Черногорска. При тех же тарифах планируют взять на себя ремонт теплосетей, обязуются поставлять бесперебойное тепло и горячую воду. А еще, если возьмут вечно мерзнущий город под свое крыло, согреется даже черногорская калерка. Девятый поселок. Но когда согреются горожане, зависит прежде всего от городских властей. Именно они должны проявить инициативу для решения больной проблемы. Андрей Георгиевич, ваше мнение, почему Черногорск неоднозначно настроен, почему он против, и в чем все-таки плюсы, подключения, выгоды, но кроме уже озвученных. Начнем с того, почему Черногорск против. Во-первых, проект вызывает полное закрытие всех существующих котельных на территории Черногорска. То есть возникает вопрос трудоустройства, занятости населения, тех людей, которые там на сегодня работают. То есть это первый быдной вопрос, почему именно сотрудники в основном этих котельных против. На основном это сотрудники АКТЭКа, потому что это самое большое теплоснабжающее предприятие. Плюс вопрос, второй это тариф. Все боятся, что тариф неимоверно вырастет после того, как Абаканский АТЭК зайдет. Он сравняется с тарифом в городе Абакане, либо еще с каким-то тарифом. Поэтому мы не готовы платить настолько много. Мы сейчас платим тысячу рублей, тысячу сто рублей за одну гиакалорию, и нас не устраивает. Больше мы платить не собираемся. Два основных момента. То есть это тарифы и трудоустройство. Что изменится после того, как мы говорим, что мы декларируем, какие изменения жду Черногорск. Ну вот так же про трудоустройство и тариф. Да, да, да. То есть, во-первых, что имеем сейчас? То есть, постоянные проблемы с теплоснабжением. Никто не скрывает, постоянно жалобы идут. То есть мы гарантируем, что при подключении города Черногорска Абаканская ТЭС, во-первых, мы обеспечим бесперебойное теплоснабжение. то есть постоянное. Постоянное горячее водоснабжение. То есть, с ограничением максимума 14 дней в течение года, как это положено по законодательству. Мы будем вкладываться в сети, доводить их до нормативного состояния. И каждый житель, скажем так, и городская администрация могут спать спокойно. То есть, знают, что у них постоянно будет тепло в доме. И не надо ложиться ночью и думать, проснуйся в теплой квартире, что-то произойдет. Что касается тарифа, то есть на сегодня различные варианты обсуждаются. Мы, как один из рабочих вариантов, видим усредненный тариф по городу Черногорск. На сегодня там 3 теплоснабжающие организации. В 9-м поселке, в районе Катейли номер 2, это Контур, и Хактек. То есть у Хактека самый низкий тариф, в 9-м поселке самый высотий. То есть в среднем тариф, если его усреднить, его замешать, в целом по Черногорску, он где-то примерно процент на 10-12 будет выше, чем на сегодня есть у Хактек. То есть, грубо говоря, в Контуле Хактека тариф возможно вырасти. То есть мы, по нашим оценкам, в Контуле 9-го поселка, второй Катейли, он немного снизится. Но опять же, почему рост? То есть мы говорим, что на сегодня тарифы в Черногорске недофинансированы, то есть его не хватает. Элементарный пример, в тарифе нет денег на ремонт сетей. То есть сейчас все затраты и вся головная боль по ремонту тепловых сетей лежит на администрации. То есть это постоянно бюджетное выливание в ремонт сетей. В тарифе ни у Хактека, ни у теплоэнергоресурса, ни у Диалэнерго денег на ремонт сетей нет. То есть, грубо говоря, 100 рублей, 10-12% это как раз та необходимая сумма, которую надо добавить в тариф, чтобы нормально содержать и эксплуатировать сети. Но теплее будет больше, чем на 10%. Теплее? Как теплее должно быть по нормативу, да? То есть чтобы у каждого человека была нормативная температура в помещении. Я правильно понял о том, что этот проект, да, он несет на себе плюсы. Плюсы это стабильность в обеспечении теплоснабжения и достаточно, как бы, то, что обсуждается в Черногорске, минусы, связанные с увеличением роста стоимости тепла. Но ведь Хакастек тоже планировала повышение стоимости. Вы можете сравнить, то есть вот те планы, которые в настоящее время имеются. Ну, Хакастек организация в тяжелом финансовом положении, она вынуждена будет, соответственно, повышать тариф. Вот ваши планы с их планами как-то вот сравниваются? Я не видел тарифную заявку, которую не подаю в тарифный комитет, но из разговоров, которые, ну, я в любом случае в этих кругах обращаюсь, общаюсь с коллегами, изначально всегда заявка подается на достаточно нормальный тариф, то есть примерно тот же, на котором рассчитано. Но часть затрат просто они не могут обосновать, потому что демонты, то есть там есть определенные требования к патенту документов, которые необходимы для обоснования затрат, они их зачастую предложить не могут, поэтому из тарифа эти затраты вырезаются. Вот. А именно изначально заявка, она подается нормально, то есть нормальный тариф, порядка там 1200 рублей, чем-то рублей, и здесь секрета никого нет, может, в принципе, и тариф на комитете эти дела поднять. Но вопрос в другом, то есть, вот почему на сегодня как-то банкрот, по сути, уже не секрет, процедура введена, там введена конкурсная производство. Это один из элементов того, что тариф недофинансирован, то есть это можно сколько-то лет прожить, спокойно, в конце концов, придет банкротство. А дальше уже как эффект домена, да, то есть упал один, за ним упали другие. Ярко видно, что Хакклес водоканал, Хаккас энергосбыт, то есть это вся такая цеплочка, которая потянулась как раз за банкротство таких теплоснабжающих предприятий. То есть, если даже поставить задачу, сейчас поставить на ноги Хаккастек, то ему необходимо будет в любом случае выходить на те же самые цифры, что и вы сейчас предлагаете. Конечно, я больше чем уверен, и не думаю, что и руководство Хаккак будет против, что, чтобы нормально функционировала система теплоснабжения, нормально функционировали сети, их ремонтировать, тариф надо поднимать. И они будут с этим смотрят. Потому что сегодня они в сети не вкладываются, потому что у них нет денег в тарифе. Ну, то есть, оплата повышения, соответственно, качества уже будет. Андрей Георгиевич, и еще один важный момент. Как вот технологически это будет происходить? Люди не совсем понимают. И насколько это дорогой все-таки проект? Что вот, в течение какого времени будут тянуть рабочие эти трубы? Вот по-простому. По-простому стоимость проекта 2 миллиарда. То есть, плюс-минус, чтобы разработка проекта покажет точную цифру, но это мы с запасом считали, с резервом, чтобы на какие-то непредвиденные расходы. То есть, грубая оценка, 2 миллиарда. Это там с небольшим резервом. Технологически будут выглядеть, как труба по полям сельхозназначения Табаканская ТЭС в район котельной из Кожи. Диаметром 800 миллиметров две трубы. Там мы врезаем существующие сети. Это один этап. Второй этап, это соединение девятого поселка, теплоси девятого поселка с сетями основной части города в районе Советской и установка двух насосных станций. То есть, одна будет выкачивать воду, грубо говоря, с Черногорска, другая там поднимать ее на девятый поселок, чтобы обеспечить гидравлику. А сроки реализации? Срок реализации вообще полтора года с момента старта. То есть, достаточно нормальный срок, учитывая, что объект линейный и большей частью надземный проклад. То есть, полтора года достаточно того, чтобы проект реализовать. Но, опять же, с момента старта. То есть, когда будет достигнут окончательной договоренности, переход на метод тарифа образования по альтернативной континной, то есть, все договоренности будут достигнуты с городскими, властями, с Советами депутатов, с Верховной, с Республикой, с нами. То есть, после этого можно будет стартовать. На сегодня мы только инициировали разработку проекта. У меня вот такой вопрос, который я думаю, что он прямо вертится сейчас на языках у телезрителей, в том числе, в Черногорске. Вот вы говорите, 2 миллиарда, это почти десятая часть бюджета Хакасии. Серьезная цифра. Тем не менее, вы говорите, что мы такие средства готовы вкладывать, причем без существенного повышения тарифа. За чей счет эти деньги будут браться? И, соответственно, в чем тогда выгода для вас, когда это затраты? Ну, для сравнения, в ТРН мы вложили порядка 12 миллиардов рублей. То есть, сейчас здесь сумма 2 миллиарда. Средства однозначно заемные. Почему, скажем так, и рост тарифа необходим? Потому что даже если по 10% нам дают кредиты в год, то это 200 миллионов в год мы должны давать процентов. Чтобы это купилось, необходимо возвращать деньги. Поэтому мы говорим, что при увеличении тарифов сегодня 10-12% мы гарантируем и вложение в сети, но в то же время там гарантируют нашу окупаемость в течение 10-12 лет на сегодня. Окупаемость 10-12 лет? Экономика простая. То есть, мы постоянно затратны, то есть, мы сильно много персонала дополнительно набирать не будем. То есть, грубо говоря, мы сожжем угод, немного электроэнергии дополнительно, воды. То есть, по сути, только растут переменные затраты. Персонал, который остается на этой, остается по сути неизменным. То есть, за счет этой экономии у нас себестоимость отпуска на Черногорск она существенно ниже, чем отпуск сегодня на Абакан. За счет этой разницы получается окупаемость всего этого проекта. То есть, без существенного глобального роста населения, в пределах 10-12%, мы можем всю эту тему реализовать и не перекладывая больше чего-либо на какие-то другие. Я смотрел интервью руководителя Сибирской генерирующей компании, в котором он рассказывал, что в принципе таких регионов, таких городов, которые, в общем-то, хотели бы, в общем-то, такой реформы глобальной, немало. И все-таки Сибирская генерирующая компания, она для себя какие-то приоритеты расставливает с учетом готовности властей. Вот как вы оцените готовность властей Хакасии для того, чтобы этот проект воплотить в жизнь? Скажем так, на сегодня Хакасии – это второй регион, где пристально эту идею рассматривают и готовы с нами ее обсуждать. То есть, первый регион – это Алтайский край города Рубцовск, то есть, там эта тема уже немного дальше уже ушла. Хакасия – это второй пилотный регион, где мы хотим этот метод реализовать. То есть, здесь есть ряд проблем, допустим, не только Черногорск, но и Подсинья. То есть, у нас на сегодня есть проект по представлению поселка Подсинья к нашей котельной номер 6 на Согды. Но опять же, в связи с того, что пока мы не пришли на новый метод реализации образования, мы не можем вкладывать 30-150 миллионов в строительство трубы. Хотя тоже, в принципе, там проект окупается по делу 10-12 лет. То есть, если будет такой метод реализации образования, мы готовы деньги вложить и снять проблему по-синему окончательно и про нее все забудут. На сегодня мы там несем в обыдке, содержают и хотели обслуживают. Такая же ситуация и здесь. То есть, во многих городах проводили форумы неоднократные. Все теплооснабжающие организации говорят, что дайте нам понятный порядок цен хотя бы на 10 лет, что подразумевает тариф альтернативный котен. То есть, длинный горизонт планирован. Мы готовы вкладывать деньги без влечения бюджетных средств, какие-то субсидии и прочих. То есть, мы берем кредиты, вкладываем это, в течение 10 лет получаем, экономим, забираем себе, покупаем наши вложенные деньги. И на этом как бы останавливаемся. То есть, без резких скачков тарифов, то есть, устанавливается базовый тариф и по годам устанавливается рост либо по инфляции, либо инфляции плюс 1-2 пункта, еще как-то, в зависимости от того, как договоримся. Но везде рассматривается инфляция, где-то плюс 1-2 процента, либо где-то по инфляции, тариф достаточный, если допустим. Но ключевой это длинный горизонт планирован. На сегодня больше 3-х лет мы планировать не можем. У нас долгосрочные 3-х годы. С ротик окупаемости в интернете меньше 8 лет не бывает, к сожалению. Андрей Георгиевич, давайте поговорим о безопасности. Ну, если вот экологическая безопасность, экологическая составляющая и выгода, она вроде как очевидна, взамен угля люди получают, ну, безопасный, да, источник, получается. Я правильно понимаю? Выбросов должно быть меньше. нужно быть. Да, ну, то есть, смотрите как, у нас сегодня все зависит от степени очистки, то есть, от установленных фильтрующих элементов на источник. Если, допустим, в Черногорске это циклоны, иные, улавливающие элементы, батарейные циклоны и прочие вещи, у нас стоит электрофильтра, то есть, степень очистки у них выше, то есть, 99,7% на новом энергоблоке. При обычных, которые на сегодня массово распространены, это порядка 93-95%. Вроде, это процент небольшой, там, 3,4-5%, но если на объем сжигаемого года и общий объем выбросов множество, то это достаточно большое количество именно в тоннах загрязняющих веществ. Поэтому, переключение на Баканскую тесту, он однозначно снижает выбросы. Но у людей еще беспокоит, скажем так, технологическая безопасность, они вот опасаются именно того, что они будут подключены все к одному источнику, не к нескольким, что у всех сразу, условно, пропадет тепло. Хотя мы в начале программы говорили о том, что у вас мощностей достаточно, насколько все-таки такой риск велик в связи с тем, что все-таки это большая трасса и так далее? Ну, смотрите, Бакан, да и все города по большому счету работают по схеме один источник, одна труба. То есть, Бакан также 35 лет уже без малого, в 82-м году, больше 35 лет сидит на одной трубе. ТЭС выходит всего одна труба, точнее две, прямая, подающая обратно дровокровод. То есть, никакой резервной нитки нет. То есть, задача как раз теплоснабжающей обслуживающей организации сделать так, чтобы никакого форс-мажора не случилось, для чего происходит. Гидравлические испытания, обследования, экспертизы, промобезопасные и прочее. Если все это сделать с умом, как положено и в нужные сроки, то никаких там форс-мажоров быть не может. Правильно эксплуатируете, следите за оборудованием и все, ну, не дай бог там ЧС не произойдет, там сумасшедшие, и дальше правильная эксплуатация. А то, что это один источник, на ОТЭЦ стоит пять котлов, то есть, в принципе, они все работают на общий паропровод, даже если один котел выходит в строй, другие подхватят его мощно. Здесь именно резервирование на ОТЭЦ большое, а именно строить параллельные сети, ну, это неразумно и никто этим никогда не занимался и не делает. Надо правильно обслуживать и делать все вовремя. Александр Георгиевич, еще два вопроса вот таких конкретных, которые интересуют жителей Черногорска, в том числе, которые работают сейчас на Хакостеке, во-первых, какие есть, ну, так скажем, планы по трудоустройству этих людей, все-таки коллектив там большой трудится, и второй вопрос связан с тем, что сети, вот насколько мне известно, они сейчас находятся в муниципальной собственности, это собственность города, каким образом будет, соответственно, решен этот вопрос, не получит ли какие-то дополнительные траты? Что касается трудоустройства, в любом случае персонал на обслуживание сети и насосной станции не потребуется, это порядка 80-100 человек, необходимо будет трудоустроить обслуживание сетей, машинисты насосных и подкачивающие насосной станции. Что касается основного персонала, здесь у нас большой вопрос, мы сейчас многие варианты рассматриваем, в том числе и с нашими коллегами-угодщиками, то есть, где можно трудоустроить, то есть, если этот процесс войдет в активную стадию, то есть, у нас будет полтора года, чтобы эти проблемы с трудоустройством решить, то есть, если будет дан старт, то за полтора года наша задача всех людей, которые работают на предприятии, как минимум трудоустроить, либо дать им время оплачиваемое, то есть, мы будем финансировать, оплачиваемые компенсационные зарплаты в течение того срока, пока они найдут работу. Ну, то есть, это с момента старта работа такая начнется, хотя мы предварительно уже варианты рассматриваем какие-то, пока не буду раскрывать секрет, но идеи у нас есть. Что касается сетей, да, что касается сетей, действительно, они все муниципальные собственности, там вариант всего один, который на сегодня предусматривает законодательство цивилизованное, как сделано было в Абакане. То есть, это консенсионное соглашение, то есть, это передача в долгосрочную сумму аренду с инвестиционными обязательствами. На 15 лет, на 15-10 отдаются Сети~~~ в аренду консессионеры, а консессионеры в течение этих лет выполняют согласованные обязательства по реконструкции строителей сетей, по их обслуживанию. То есть, как мы сделали в Абакане в прошлом году, подписав консессионное соглашение. То есть, вариант всего один, аренда на сегодня возможно, краткосрочная. То есть, кроме концессии, я других вариантов не вижу. Андрей Георгиевич, спасибо. Будем следить за реализацией этого интересного проекта. Мы прощаемся на этом. Спасибо вам. Да, время, к сожалению, стекло. Хотелось спросить еще, что делать дальше. Вот, в общем-то, общественные слушания такие получились не в вашу пользу, но, тем не менее, еще слово за властями. Да, то есть, в данном случае, это решение за властями. Мы предложили свой вариант решения проблемы. Дальше ответ за власть. То есть, готовы ли они пойти на этот вариант. Если они готовы, то мы готовы войти в проект и его реализовать. Будем внимательно следить. На самом деле, мне кажется, что черногорцы не первые в Саиногорске. Достаточно серьезная структура работает. Стало лучше. Я, как житель города Саиногорска, просто могу сказать, что стабильности добавилось. Еще тариф поменьше, конечно. Но на этой ноте прощаемся. Все впереди. Будем следить. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Прощаемся ровно на одну неделю. Увидимся, как всегда, в следующий вторник в прямом эфире. Не бойтесь перемен. До свидания.